Слава Господу, братья и сестры! Приветствую всех в собрании. В сегодняшнем это день благодарения. Благодарю за приглашение. Господь всех обильно благословит. Знаете, к сожалению, мы видим себя только по праздникам. Но, как бы ни было, очень приятно видеть вас всех. Знаете, за долгое время уже не виделись. Знаете, сегодня день благодарения. И каждый хочет выразить благодарность Господу. Но есть разные способы выражать благодарность Господу. Благодарность Господу – это не только благодарность наших уст, но также нашего действования, каких-то наших дел определенных. Знаете, Господь приготовил особенное благословение для тех людей, знаете, которые имеют благодарное сердце. Они благодарны окружающим, они благодарны Господу. И знаете, у Господа есть особенное благословение для таких людей. И Он, когда увидит, что мы благодарны, Он позаботится о том, чтобы все эти чудеса и благословения, которые Он изливает для людей, чтобы они были совершены в жизни вашей Его силой, Его благословением, ангелами своими, которыми окружает нас. Библия призывает нас сегодня, чтобы мы ходили в страхе Господнем. Это самое главное. Страх Господень, он будет направлять нас в правильное русло, и мы, естественно, будем благодарны нашему Господу. Страх Божий проявляется в жизни нашей, когда мы восхищаемся Божьими чудесами, когда мы благоговеем перед Ним. Знаете, вот эти все такие возвышенные, казалось бы, слова, но если вникнуть в них, там есть действование, какое-то действие, какое-то определенное дело в нашей жизни. Когда мы будем поступать так, тогда Бог гарантирует свое благословение в нашей жизни. Очень важно быть благодарными, конечно, в общем, как церковь. Но еще важнее, когда мы благодарны в нашей семье, своей семьей, когда мы лично благодарны. И из этих всех жемчужин сливается Господу благодарность великая, вот какое мы видим сегодня в церкви. И тогда Господь, изливая свои благословения на нас, продолжит их, и мы будем, знаете, наслаждаться ими в нашей жизни. Мы по-разному, как я сказал, выражаем свою благодарность. И выражение этой благодарности, оно является в нашем сердце. Во-первых, псалмопеец говорит в 115-м псалме, «Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне?» Задает вопрос. «Тебе принесу жертвы хвалы, и имя Господне призову». Как чудесно, как благословенно. Дальше говорит, 106-й псалом. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да приносят Ему жертвы хвалы и да возвещают о делах Его с пением». Что мы делаем сегодня. Свидетельство о милости Господних – это также есть благодарное сердце Господу. Мы не забываем о делах, которые Господь сотворил в нашей жизни. Псалмопеец говорит дальше. «Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Да превозносят Его в собрании народном и да славят Его сонме старейшин». И дальше, как я сказал, я бы сказал так, это самая великая благодарность Господу. Это когда мы имеем конкретные действия в нашей жизни. Можно много говорить. Знаете, благословите Господь, грейся и питайся, собрались и пошли, а отношения к человеку нет. Поэтому это тоже наша благодарность и самая великая к нашему Господу, когда мы отрываем им себе особенно время, какие-то пожертвования, жертвования нашими делами и так далее. И апостол Павел говорит так. «Итак, умоляю вас, братья». Не только говорит, он умоляет, просто ну как молится, вот как мы Богу молимся, он просто иногда люди не понимают сегодня. Говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, предоставьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего римлянам». 12 глава, 1 стих. «Поэтому, когда мы смотрим на это священное Писание, и мы приносим наши тела в жертву, это не говорится о том, что мы должны себе что-то такое плохое сделать. Нет, но наши дела должны находиться там, где есть воля Божия для славы Его. Будьте благословенны, и пусть Господь благословит каждую семью. Я сегодня очень благодарен. Я знаю, и вы также, отцы и матери, вы благодарны за своих детей, которых вы видите сегодня, служат Господу. Это самая великая награда для человека на этой земле, когда мы видим детей наших, славящих Господа, и когда мы увидим их в Царстве Господа нашего». Мы споем псалом с моей дочерью, с Ребекой «Благословен тот дом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благословен, благословен тот дом, благословен тот дом, где в тихий час молитвы Духом Святым Господь касается сердец, Благословен тот дом, где радость счастья, любви в избытке, и благодать излил небесный наш отец. Благословен, благословен тот дом, благословен тот дом, благословен тот дом, благословен тот дом, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова